Москву, искушенную самыми различными выставками, трудно удивить. Однако сегодня наш телеканал посетил одно из самых красивых мероприятий сезона. С первым снегом в Москве заработала одна из крупнейших выставок конной индустрии «Экверос-2014». Мы решили выяснить, как идут дела у туристической компании, которая специализируется именно на конном туризме и именно в Германию. В принципе, как «Ферделанд.ру» мы существуем пять лет. До этого мы работали в сфере туризма, как туристическое агентство в Германии на выездный туризм. И какие услуги представляет «Ферделанд.ру»? «Ферделанд.ру» представляет услуги для российских конников. Различно. То есть спектр достаточно большой. Это и возможность приехать в конно-спортивный лагерь в Германию. Это возможность для взрослых людей потренироваться у немцев, специалистов, поездив на их лошадях. Это возможности посетить какие-то мероприятия, связанные с конным миром в Германии, приобрести лошадь. Это могут быть также экскурсии, которые рассказывают о специфике, об особенностях немцев, именно в конном бизнесе, в работе с лошадью. Получается, где-то на грани конного спорта, конного отдыха и туризма. Да, конный отдых мы, кстати, я не назвал. Хорошо, что вы подметили. Это тоже одна из сфер наших услуг. Мы предлагаем также конные походы или отдых, например, на ранчо, в живописных местах, где можно сделать очень прекрасные выезды на озера, в леса, в горы. То есть провести действительно прекрасное время для себя и для своей души. При этом цели у основателя компании Ferdeland самые глобальные – сделать конный мир Германии доступным для всех, говорящих на русском языке. До 2012 года услугами компании воспользовались 100, а в 2014-м уже 500 довольных клиентов-конников. До настоящего времени количество обращающихся, приезжающих повторно и рекомендующих Ferdeland друзьям и знакомым постоянно растет. А сарафанное радио, как известно, показатель высокого качества. Что могут дать немцы русскому рынку? Я думаю, очень много. То есть у немцев стоит подсмотреть их особенности. Но это все начинается, собственно говоря, в мелочах и в самом начале. То есть от подхода к лошади, от обращения к ней, от восприятия даже самой лошади. Мы заметили вот в течение этих пяти лет, что российский менталитет и немецкий настолько различны в этом отношении. И мы считаем, что у немцев очень, то есть можно научиться очень многому. Во-первых, само отношение лошади – это для них друг. Друг доверия, которого нужно, во-первых, завоевать. Которому нужно относиться с уважением, с лаской. Которого не стоит наказывать. Когда теряется доверие, лошадь перестает делать с удовольствием то, что она должна делать. Хотя это заложено в ее естество, в ее природе. Ну а для русского лошадика это не так? Мы заметили, что многие обращаются несколько иначе с животным. Видимо, это последствия какой-то школы, конной школы советской, российской. Я не знаю, как хотите, но многие видят в лошади нечто иное. То есть они видят инструмент для достижения какой-то цели. То есть вот этот подход нужно изменить. Почему стоит посетить конную Германию, пользуясь слугами Санкт-Петербурга? Ну, на этот вопрос можно очень обширно ответить. Ну, можно, допустим, отметить такие особенности нашей компании, что мы являемся так называемым семейным предприятием. То есть это очень широко развито в Германии. Немножко уточню, что это такое. То есть я и моя супруга Мария, мы являемся владельцами. Мы полностью вовлечены во все процессы нашей компании. То есть мы являемся разработчиками, советчиками, техническими директорами, директорами по маркетингу и так далее, и так далее. И вплоть до того, что мы лично, вот мы находимся сегодня на выставке, лично встречаемся с нашими клиентами. Мы лично их встречаем также в аэропорту в Дюссельдорфе. Мы лично их возим по всевозможным местам. То есть мы стараемся работать с клиентом лично по максимуму, насколько это возможно, и привлекаем персонал со стороны только лишь в те моменты, когда мы не способны справиться с работой самостоятельно. То есть у вас такой прекрасный, смейный, красивый? Ну, можно назвать, он и красивый, конечно же. То есть я скажу, что мы получаем в этом, конечно же, опять же удовольствие, потому что мы можем себя реализовать в этом, как и я, так и она. Но в этом есть и большой плюс для самого клиента, потому что человек, которого вы наняли, выполнять работу за деньги, никогда не будет ее выполнять так, как выполняю ее я. То есть, понимаете, да, я думаю, что больше говорить особенно не надо. Совершенно верно. Вот. И это отмечают наши люди, они чувствуют этот подход. То есть если вы почитаете отзывы о нас, вы часто заметите благодарность именно в адресе. Нам лично. Ну, это, как бы, одна из таких особенностей. Также можно сказать, что кроме наших каких-то качеств, вот, скажем, человеческих, у нас есть специалист именно в конной сфере. Это вот моя супруга Мария. То есть она врач-ветеринар, которая много лет проработала в фармацевтике, научным сотрудником. И вообще по, то есть ее, как правильно сказать по-русски, увлечения, сердце, также, к лошадям, она их очень любит. Поэтому, то есть, вот, наши программы еще разрабатываются с помощью специалистов. Стажировки, детские конные лагеря, посещение немецких конных выставок и турниров, тематические экскурсии, покупка лошади в Германии. И это еще не полный список услуг, которые предлагает Ферделенд своим клиентам. Ну, и вообще частный бизнес в Германии – очень распространенное дело. Например, читая рекламу каких-то туристических отелей, вы можете часто увидеть сноску, что это является тоже семейным бизнесом для них. То есть это как раз сигнал для гостей о том, что принять их будет радушно. Часто можно увидеть на конюшнях, потому что большинство из них – это тоже частные предприятия, небольшие частные предприятия, которые обслуживаются семьей уже в нескольких поколениях. Вы можете часто встретить самого владельца, который человек, конечно же, не бедный. То есть, как правило, это люди уже очень зажиточные. Вы можете встретить его с метелкой, ходящим по своим дворам и подметающим, или точно так же отбивающим денеки. То есть в этом никто не видит какого-то стыда или недостоинства. То есть я скажу так, тот, кто слишком горд для того, чтобы выполнять самую грязную работу в своем бизнесе, не должен его делать. То есть этот бизнес он не должен просто продолжать, потому что, ну как сказать, если я не делаю то, что я, то есть если я что-то сам не делаю, я не имею права требовать это от других. Да, то есть вот такой подход. Поэтому мы ценим это, очень считаем, что это очень-очень правильно. И не сложно было начинать все? Ну, начинать все, как правило, сложно, конечно же. Во-первых, мы, честно говоря, не знали, какой резонанс это все вызовет. Как бы особо большой веры не было в то, что мы делаем. То есть это была просто попытка себя реализовать. И когда мы стали, мы даже не хотели какие-то делать финансовые затраты в этой сфере, то есть какие-то серьезные затраты. Мы сделали блог на гугле, где Мария стала описывать какие-то возможности, посетить то и увидеть это. Вот, и после этого, вот в первом, в 2009 году к нам приехала одна-единственная девочка в конный лагерь. Это был наш старт. Во втором году у нас было чуть больше. Шесть. Потом шестьдесят. Потом сто. И так далее. То есть... Последний год мы приняли только девочек. Сто тридцать шесть девочек, по-моему, в лагеря. И где-то сорок-пятьдесят, наверное, взрослых. Которые приезжали на наши программы. Я могу ошибиться в цифрах. Я их еще не знаю за прошлый год. Но это примерно вот такие цифры. То есть, как сказать, это не массовый туризм. Это такая особенность. Индивидуально. Как определиться с выбором программы, желающим посетить Германию с Ферде Ленд? Об этом мы спросили супругу Александра, Марию. Когда мы разрабатывали спектр наших программ, у нас была такая идея предложить людям все, что может быть интересно русскоязычным конникам в Германии. Полный спектр. Программы для детей, для взрослых, для тех, кто хочет поездить верхом, или для тех, кто хочет чему-то научиться, или для тех, кто хочет что-то посмотреть. Поэтому у нас очень много вариантов. Конечно, какие-то из них пользуются большим спросом, какие-то меньше. Но изначально мы исходили из того, чтобы предложить все, что только можно. Значит, на настоящий момент нашу программу можно разделить как бы на три группы, скажем так. Это детский конный отдых и занятие конным спортом в Германии. Как известно, немецкие тренера и немецкие спортсмены-конники, они очень известные. И обучение у немецкого тренера – это то, о чем многие мечтают, те, кто занимаются конным спортом. И мы предлагаем подобные программы для детей, для тех, кто ездит верхом в Россию, кто хотел бы повысить свой спортивный уровень, о возможности также получить язык. У нас есть программы по занятиям конным спортом с дополнительным изучением немецкого или английского языка. Есть программы для детей, которые серьезно занимаются спортом и хотели бы по окончании курса получить разряд по конному спорту в Германии, например. Есть программы индивидуальных занятий. Есть, допустим, такие дети, которые мечтают стать будущим чемпионом Европы по конному спорту или чемпионом мира, например. И многие из них приезжают к нам на длительные стажировки. Есть программы лагеря для таких детей, когда немецкий тренер занимается с таким ребенком с будущей звездой один на один. Очень многие ценят такую возможность. Конечно, это стоит дороже, чем обычный лагерь, но, тем не менее, есть большой спрос. И такие программы также. И, в общем-то, уникальность наша в том, что до тех пор, пока эти программы не были предложены как туристический продукт, очень многие люди не знали, как это организовать. То есть многие мечтали попасть в Германию, многие мечтали как-то это посмотреть, увидеть, но они не знали, куда обратиться, как это сделать. И теперь, благодаря тому, что мы вот такие программы создали, у многих есть возможность просто купить путевку и больше ни о чем не заботиться. Допустим, детей, которых отправляют к нам в Германию, мы сами встречаем в аэропорту, мы отвозим их в лагерь. Мы все время на связи находимся для родителей, для детей, потому что у родителей, конечно, много тревог и вопросов, когда ребенок отправляется в чужую страну. И они очень переживают. И каких только вопросов нам не задают, бывает звонит стревоженная мама, говорит, проверьте, чтобы у ребенка в сапогах были сухие стельки, пожалуйста. А вот моя девочка, она потеряла там свою расческу, буквально так. Или ребенок два дня уже не отвечает, на телефон не подходит. Проверьте, все ли с ней в порядке, скажите, чтобы перезвонила домой. И, конечно, мы все это делаем. Естественно, когда ребенок уезжает просто в лагерь за границу, где нет таких замечательных организаторов, которые находятся по месту, конечно, все это делать невозможно. Кроме детских программ мы можем предложить многое и для взрослых. Те взрослые, которые активно ездят верхом и хотели бы поездить верхом в Германии, они могут обратиться к нам, например, за стажировкой по конному спорту. То есть взрослые спортсмены точно так же могут приехать к нам и получить уроки верховой езды или серьезные тренировки по конному спорту от практически любого уровня, от начального до турнирного, по трем классическим видам конного спорта. Это выставка, конкур и троеборья. Эти занятия проводятся на базе одной из лучших конно-спортивной школы Германии. Этот клуб, это чемпионы Германии трех последних лет, то есть там отличные тренера, отличные лошади. Очень многие лошади, они сами опытные участники турниров, то есть это такие лошади, от которых садник сам может многому научиться, который приезжает заниматься. И у нас есть различные программы с проживанием на конюшне для тех, кто не хочет тратить слишком много денег, а хочет потратить в основном все, что есть именно на тренировки. Есть программы с проживанием в спа-отеле, например. Это, кстати, предложил наш немецкий тренер как идея. Нам это в голову не пришло, что есть люди, которые хотят в Германии просто отдохнуть, там неподалеку находится очень хороший отель, они отдыхают, берут дорогой автомобиль в аренду, разъезжают по Германии и 1-2 часа в день приезжают на тренировки. Такой вариант тоже есть. Есть программы для родителей с детьми, есть программы совместного отдыха и занятий для конников и не конников, конный туризм в Германии, семейный отдых на конном дворе. Очень трудно сейчас все перечислить, у нас очень большой выбор программ на нашем сайте, поэтому всем, кому что-то интересно, всегда можно заглянуть в интернет и познакомиться с полным перечнем. Чуть более полутора десятилетий назад это была небольшая тематическая выставка. Сейчас это одно из крупнейших явлений конной индустрии России. Все мыслимые и немыслимые товары и услуги можно найти здесь, на территории выставочного центра в Сокольниках. Эквироз – это событие, которое стоит посетить как профессионалам конной индустрии, так и любителям. Наш телеканал рекомендует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова